Добрый вечер. Что за вой? Что за рев? Уж не стадо лекаров. Нет, это московский прокурор. В пятницу он ударил в медный таз и вскричал. Раскрываемость угонов автотранспорта в столице составляет 7%. 93% угнанных у нас автомобилей не находятся. Ну, кстати, почему прокурор не стал отвечать на этот вопрос? Потому что не ищутся. Что в ответ? В ответ мы с вами услышали грохот выстрелов, падение тушек разных офицеров полиции, застрелившихся, поскольку честь мундира запятнана. Ну, те, кто выжил, те, кто трусоват, хлебнули болидольчику и остатками совести продиктованные практически под... Ну, да, хотел сказать, под диктовку. Пошли и написали заявление об уходе. Ну, а остальные, деморализованные, пощипанные, поднялись на бой за командирами и бросились, прибавленной рысью, лязгая шпорами, искать угнанный автотранспорт. Как бы не так. Чего у нас прокурор-то вдруг грохотать-то начал? С чего такой лязг? Чего он там заискрился? Цифра пугающая. 7% раскрываемость. А прокурор у нас, соответственно, чем хорош? Тем, что только что свалился с Луны, понятия не имеет, что откуда берется. Но он зато исполняет свою функцию. У прокуратуры какая функция? Полицаев жизни учить? Не, у него задача другая. Присматривать за законностью. Он что, за законностью присмотрел? Да? Отлично. Спасибо. Что дальше? Какие телодвижения? Какие, в принципе, еще открытия, кроме статистических? Никаких. Ну, спасибо. Приятно, конечно, что у нас прокурор Москвы работает в должности бенгальского огня. Вспыхнул ненадолго. Погас. А калин еще какое-то время пахло. Ну, дальше, собственно, чего? Распогодился? Все. Спасибо. До свидания. Давайте в таком случае посмотрим, что за этим стоит. Причина, конечно же, не в том, что кого-то вообще волнует низкая раскрываемость угонов автотранспорта. И прокурор, который заявил Интерфаксу о неприглядной статистике, не пошел дальше, потому что дальше ему ходить за флажки нельзя. А дело-то в чем? А дело в том, что это же милицейский бизнес. Это у нас милиция занимается угонами автотранспорта. И еще у нас милиция, она же полиция некоррумпированная, занимается легализацией автотранспорта. Вот эти все ПТСы, номерные знаки, вот это все чье? Правильно, полицейское. А прокурор у нас откуда? А прокурор у нас с Марса. Ну, или с Луной. Только что свежедесантированный. Он ведь прокурором-то как стал? Буквально по улице шел, ему сказали, ты это, мужик, тебя как звать-то? Заходи, прокурором будешь. Он говорит, да, конечно. Я тут ничего не в курсе. Я понятия не имею, как у вас кухня, что там, за кем я приглядываю, как у милиционеров выглядит. Не знаю. Ну, давайте с удовольствием посижу. И я понятия не имею о том, что это милицейский бизнес. Поэтому я бы, конечно, пошел бы дальше. Я бы залез бы в чужой огород, я бы, конечно, испортил бы чужой гешефт, я бы с удовольствием этим занялся, засучив рукава. Ну, просто по незнанию не могу. А подсказывать, конечно же, не буду. Я же всего на все прокурор, то есть орган надзирающий. Конечно, сам могу возбуждать уголовные дела, право такое имею. Но зачем? Все при своих. Поискрился и погас. Свидетельник разума. Большое спасибо. Волну погнал. А вот откуда берутся, например, те самые 7% раскрываемости? А это когда у своих угнали. Ну, либо у тех, у кого не надо было угонять. Либо когда полезли журналисты. Вот так иногда бывает, что у журналистов вдруг где-то ретивое взыграет, а они начинают не свое дело лезть, добиваются какого-то успеха, и тогда приходится сдавать. Своих приходится сдавать. Те, кто сдал, получают орден, ну, а те, кто, соответственно, был сдан, они пополнили собой печальную статистику неприятностей. Но в любом деле есть всегда какой-то процент на усушку, на утруску. Есть какие-то безвозвратные потери. Ну, там то солдатик на учениях с голоду подохнет, то вот, например, милиционер по угонам нечаянно попадется. Ну, всякие дела. Знаете, как иногда вот там бананы не довезли, протухли. Ну, что ж, списали. Да, жалко. Если надо, мы можем, конечно, и потопать ножками. А помните, ведь много лет тому назад, в конце 90-х годов, милиционер из города Тольятти, товарищ Карасев, он как раз занимался в уголовном розыске автозаводского района города Тольятти тем, что искал угнанный автотранспорт. То есть не в ГАИ, а в той самой наземной милиции. И, уйдя в отставку, он создал конфликт трех баз. Это очень грамотный алгоритм. И он позволяет что? Он позволяет найти угнанный автотранспорт. Сколько времени нужно для того, чтобы в конфликте трех баз найти угнанную машину? Ну, где-то от двух минут до пяти. Что происходит дальше? Когда Карасев только заявил свою систему поиска, вот этот алгоритм объяснил, продемонстрировал его результативность и, соответственно, отдал коллегам, сказал коллеге, ну давайте. Коллеги решили его посадить в тюрьму. Странно, да? Такая неожиданная реакция. А когда журналисты берутся, они тоже довольно часто начинают плясать от печки, то есть от Карасева. Они берут этот конфликт трех баз, находят машину, звонят хозяину, говорят, слышь, хозяин, тут, например, программу снимаем. Давай твою машину найдем. Мы-то ее уже нашли, но съездим. Что после этого начинается? А после этого звонят милиционеры потерпевшему, человеку, у которого машину угнали. И говорят, ты что? Ты вообще знаешь, куда ты полез? Ты вообще представляешь себе, что теперь у тебя будет? Какие крупные неприятности из-за того, что ты нашел свою машину? У меня недавно один знакомый лишился автомобиля. В Москве дело происходило. Это было не так давно, то есть даже меньше года. У него машину угнали. Он человек пытливый. Он не стал заходить по алгоритму трех баз. Он стал искать, где кто продает запчасть от этой машины. У него была американская машина. И хотя в Европе она тоже есть, так или иначе, он четко совершенно довольно быстро нашел, кто продает спидометр. Всякий там, в первую очередь, спидометр. И он приехал, посмотрел, убедился в том, что это торгует как раз характерными деталями его машины. А поскольку машина американская, он, будучи инженером, электротехником, для того, чтобы этот спидометр перевести с миль в километры, он его снимал и весь алгоритм работы фотографировал. У него поэтому в семейном архиве есть номера всех деталей, которых он касался, в том числе этого спидометра на обороте. Он посмотрел фотографию дома, посмотрел, подержал в руках спидометр от своей машины. И три дня он уговаривал мента, который вел его дело, поехать и задержать. На третий день некоррумпированный, прошедший переаттестацию полицейский, поехал и задержал этого человека в гаражах. Там же пошуровал, нашел еще очень много интересного, свидетельствующего о преступном промысле. Через два дня этот человек был отпущен. Без объяснения. Ну, потому что пусть он будет на свободе. Ну, хороший же человек. И когда машина моего знакомого поступила в продажу уже с другим спидометром, уже скручена, там немножечко подшаманена, естественно, под другими регистрационными документами, легальными абсолютно, то есть потребовалось время на легализацию, в Москве дело происходило, документики были, ПТС, пожалуйста, свидетельство о регистрации. Он приехал в отделение милиции, которое вело его дело, в отделение полиции, и сказал, слушайте, поехали, возьмем. Вот, я уже договорился о сделке, я прикинулся покупателям, потому что угоняли одни, переделывали и легализовывали машину другие, а третьи, соответственно, продавали. Пойдем, возьмем. Пришел начальник следователя, и в присутствии потерпевшего приказал не соваться в это дело. Вот как. Система Карасева работает, алгоритм поиска безграничен, эффективность как раз те самые 93-99%, но почему-то в течение 15 лет милиция и полиция категорически не признают этот способ, категорически не хотят искать. А зато уголовных дел, когда перегоняли машину угнанную, за рулем оказался инспектор ДПС, много, было шикарное коррупционное дело в ГАИ Московской области несколько лет тому назад, депутатская машина называлась. Сколько стоит депутату заказать себе машину из Европы? 5000 евро. Машина же не проверяйка. 5000 это стоит окошко в европейской границе, для того, чтобы прикатить ее сюда. А дальше ей выправляются, естественно, документы, перебивается ВИН-код, катаешься, то есть бумажки все-таки есть, но только желательно не проверять, поскольку, ну, зачем же уже было стараться, это же под депутата, понятно, что человек неприкасаемый. Уголовная идея была довольно громкая, там фигурантов было много, больше сотни человек, там масса потерпевших. Итого, у нас, о чем прокурор, кстати, не знает, Московская область, и не только, вот области, прилегающие к крупным городам, они состоят из гаражей, где занимаются перебивкой ВИН-кодов. ВИН-кодов не весь перебивается, но перебивается очень профессионально, две-три цифры, которые наиболее просто перебивать. Полиция и прокуратура об этом, конечно, не знают, естественно, и поэтому, ну, хотелось бы ребятам найти, но получается только 7%. Вот 7% в той самой выбраковке, кто, ну, плохо сработал, не повезло ребятам, либо непрофессионалы, непрофессионалы в этой сфере тоже бывают, либо гастролеры, которых нужно было просто прихватить, прищучить, взяли, поняли, что платить они не будут, ребят неуправляемые, проще было посадить. Ну, хотя бы, чтобы не коптили небо, тут не путались под ногами в течение двух лет. 93% машин угнаны и не найдены, потому что преступный промысел, крышуемый полицией, не подразумевает, что они будут сами против себя выступать, соответственно, эти машины никто не ищет. О чем московский прокурор не сказал? Московский прокурор просто метнул пару молний, распогодился, и тишина. Новости. Телефон экипажа 6510996. Вы потихонечку не звоните, но Александр все-таки дозвонился первым. Здравствуйте, Александр. Сергей, добрый вечер. Здрасте. С нашего позволения, два комментария. Удовольствие. По поводу того, что никто не ищет, а при попытке, даже если несчастный автовладелец что-то найдет, то ему обещают показать известную Кучкину мать. Так. В системе МВД есть такая структура, называется Главное управление собственной безопасностью. Да, бесполезная структура, не имеющая никаких полномочий. Знаю такую. На сленге гестапо. Так вот, если к ним прийти с конкретным упоминанием, с конкретным человеком и с конкретной проблемой, то эти самые доблестные люди так и могут помочь. Более того, вот тут пару недель назад в Северо-Востоке один доблестный сотрудник ГАИ решил в неслужебное время чуть-чуть поколымить вместе с коллегами. И поколымил, тормознув человека за сильное правонарушение. Когда у человека с собой денег не оказалось, и доблестные сотрудники ГИБДД ему предложили решить вопрос, ну, ты деньги-то привези. Вот вместо деньги привези к ним почему-то приехали сотрудники ГУСБ. В итоге большой скандал, все фигуранты под следствием, а начальник ГАИ округа получает в управлении ГАИ города по шее. Вот видите, все-таки иногда работает. Иногда вопреки, потому что выбраковка должна быть обязательно для того, чтобы и свои боялись, и чужие тоже видели, и пресса в частности, что какая-то работа происходит. Но когда на моем веку приходилось, например, с ОСБшниками ловить за руку, то у них, например, на подкидную куклу с деньгами даже денег не было. И я им давал свои 100 долларов, чтобы они в обменнике поменяли на рубли, пометили их и поехали в качестве взятки, потому что денег у них не было. И вообще, по их действиям было понятно, что опера никакие, они с этим не сталкивались. Они раньше вызывали в кабинет, судя по всему, и говорили, с тебя столько-то. А вот тут пресса приехала, нужно было показухой заняться. А пока показухой не получилось, потому что опыта нет. Вот так вот получается. А когда, например, товарищ Нагайцев, начальник экспертно-криминалистического управления МВД, естественно, сейчас уже сидящий в тюрьме, а тогда всего лишь навсего лучший эксперт по угону автотранспорта издал для внутреннего употребления брошюру, как идентифицировать угнанную машину, и это было на заказ, соответственно, осуществляла типография МВД. Закрытая. Весь тираж был украден. Тетя Маня проспала. Типография МВД России, я прошу прощения, что перебиваю, начиная с конца 90-х, имела официальное разрешение на то, чтобы, как это вежливо выражается, колынь. В смысле, брать заказы со стороны, потому что сидели они почти на самоокупаемости. Ну, это так, легкий штришок. Да, я тоже помню анекдот про Палача, который брал работу на дом. Именно-именно. Да. Меня это никогда не волновало. Да, скорее уже профильник по программе. Что посоветовать? Новый компас или Кугу? Ух ты. И то, и другое плохо, но Кугу можно брать на гарантийный период, с тем, чтобы в момент окончания гарантии, полностью погасив кредит, торжественно передать заботу о ней другому человеку. Это называется «отдам котенка в хорошие руки». А компас, чем плохо? Тем, что это девятый лансер, довольно древняя конструкция, на полном приводе, в американской интерпретации с мексиканским и негритянским качеством. Негритянский в данном случае имеет оценочное осуждение, полностью негативный под цвет шкуры. Не рекомендую. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Подскажите, пожалуйста, у меня сейчас осенью станет выбор между приобретением автомобиля для жены, для того, чтобы она навыки свои подтянула. И я обращаю внимание на... Простите, Андрей, так может быть ей лучше велотренажер, если нужно навыки подтягивать? Нет, 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 велотренажер уже пройденный этап. Уже наездила по квартире много километров, уже можно выпускать в люди. Конечно, и ролики, и велосипеды уже пройденный этап, сейчас уже автомобиль необходим. Вот, я езжу на Nissan X-Trail, но для нее это слишком большое, как она сказала, хочется что-то поменьше взять. Вот, поэтому я обращаю внимание на Kia Rio, либо Audi A3, но уже бушный автомобиль в районе 600-650 тысяч. Вот, интересно ваше мнение, на что бы вы обратили внимание? Audi A3, поскольку это все-таки Volkswagen Golf, Golf не стоит своих денег, вообще ни разу, ни с какого боку. Audi A3 не стоит вдвойне. То есть, это вам предлагают такой хороший повседневный ватник, а на спине у вас трафаретом написано шуба лисья. Вот это как раз Audi A3, только вы еще берете с заплатками на локтях. Особого смысла в этом нет, тем более, что продавец будет настаивать новостное качество, что это все-таки мексиканский тушкан, а отнюдь не шанхайский барс, будет переплата вообще ни за что. Kia Rio чем хороша? Замечательная машина, она грамотно сделана, у нее потрясающий совершенно мотор, тем более, вы берете новую, вы даете жене красивую, хорошую игрушку, она лучше, чем роликовые коньки, потому что, например, с крышей в качестве зонтика, с подогревом, с печкой, поехала, тем более, ей же не надо, например, 250 по прямой гнать в соседний город. Ну, конечно, абсолютно. Единственная претензия к этой машине была по подвеске, например, ее начинала раскачивать там на высоких скоростях, она более-менее как-то устранена, все остальное у этой машины плюс, ну, за исключением, может быть, ценника обслуживания, потому что, все-таки корейцы, они недавно, у них же самое модное сейчас, это операция по расширению глаз, они почувствовали себя бледнолицами европейцами, оборзели в корягу и стали ломить такую цену, как будто мы им что-то должны. Я так не совсем понимаю, наверное, мы все-таки, да, были за Северную Корею в войне, а у них сейчас 60-летие вот этой трагической ситуации, когда мы поссорили две части одной и той же страны и американцы были за них, мы были, соответственно, против, мы были за Китай и за северян, вот поэтому, наверное, отсюда все-таки какой-то долг возникает, мы обязаны его погасить сервисным обслуживанием и стоимостью запчастей. Ну, я этот долг, честно говоря, на себя не принимаю. Во всем остальном Kia Rio с любым мотором, вы можете взять 1.4, можете взять 1.6, это будет очень правильный автомобиль. Для жены совершенно спокойно любое из этих сочетаний, даже с мотором 1.4 на автомате нормально поедет. Ну, да, тем более, я рассматриваю автоматическую коробку передач. Да, ну, 1.6, конечно, будет порезвей, но для женщины, которая все-таки справилась с роликами, у которой шикарный совершенно километраж на велотренажере по квартире, для нее нормально. На автомате очень хорошо будет. Машинка удобная. Представляете, ну, даже подогрев руля у нее уже есть. Да, кстати, на самом деле у многих машин есть подогрев руля, даже, допустим, чуть-чуть подороже и класс повыше. машинка. Да, 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 практически ни у кого нет, причем машина сделана по уму, она грамотно спроектирована, ну, возможно, что будут эстетические, например, какие-то претензии к качеству отделочных материалов, но X-Trail тоже достаточно деревянный внутри. Ну, да, урбанистический, можно сказать. Да, кстати, шикарный термин. Вы очень-очень элегантно явно о любимой машине сказали, поскольку урбанистический вместо деревянный это блистательный синоним. Я с удовольствием буду его использовать. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо за подсказку. Вот все-таки красота русского языка, она позволяет любую мысль отточить до совершенства. Илья, здравствуйте. Алло. Здрасте. Ой, здравствуйте. Я рад вас слышать. Как вас зовут? Ой, Надя, меня зовут. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Неужели Надя? Я не ослышался? Назик. Назали. Можно. Понятно. Ну, то есть в паспорте все-таки написано что-то более длинное, чем Назик. Назик именно написано. Назик написано. Фантастическое имя. Армянское. Что, непростое армянское имя? Ну, не такое оно простое, хотя и армянское. Знаете ли, у армян очень много блистательных имен, питавших себя литературные примеры мировой культуры. У меня, например, в классе была Консуэлла Энго Ян? Обалдеть. Да, конечно, нет, я не обалдевал. Да, Назик, что у нас с вами блистательного армянского, явно сближающего нас в выборе автомобиля? Чем я звоню? Уж позвольте пару слов в осторожных ваш адрес. Уж позвольте. А, это армянская диаспора. Это происки нашей вплоченной нации. Ничего подобное. Я адеквативно очень известна. Ну да, нет, вы... Ужас у вас каждый день, аж не дышу, Сергей, ну, дабы не пропустить ни фразы. Ужас какой. Очень занимательно, очень интересно говорю. Ничего не ужас. На днях послушала ваше интервью в кавычках с товарищем Пауковым. Настроение поднялось, мимо. Бедный Пауков, его откачивали тогда. Такие моменты, невольно думаешь, черт побери, с такими согражданами, как вы. Все-таки прорвемся. Надежда появляется. Она сейчас загонит нас всем нашим скотским вагоном на тупиковые рельсы и там сбросят под откос. Вот оттуда будем прорываться. Будет трудно. Будет трудно, но... Будем, будем. И прорвемся, я верю. Уже верю. Окончательно поверила. Вот, Сергей, значит, вопрос по поводу машины. Вот хочу все-таки хочу вас спросить, ваше авторитетное мнение узнать. По поводу Санта-Фе. Я сейчас езжу вот сейчас в пути на Тушканчике. Ух ты, какой хороший. Да, да. Очень хорошая машинка. Радует уже 4 года. Но тут решила не одной же радоваться. Пора передавать в хорошие руки, чтобы люди тоже радовались. Да. Периодически ездила на Санта-Фе тоже с временами. Но сейчас вот 13-го года Санта-Фе решили взять. Уже даже предоплату внесла. Так что начну это хвалить. Будьте так добрые. Правильно сделали. Вы наконец-то переезжаете в квартиру с более шикарной мебелью и более просторной жилплощадью. Это по-прежнему легковая машина. Причем ваш Тушкан он даже скорее более резвый где-нибудь вне города на грядках, чем Санта-Фе. Санта-Фе все-таки он горожанин. Но это горожанин, который любой сугроб возьмет очень решительно и очень смело. Но в предгоре Арарата на нем лучше не соваться. Не только потому, что турки, но и потому, что плохие дороги он не очень сильно понимает. Все правильно. Пусть лучше армянский коньяк привезут на дом, чем вы поедете за ним туда на нашу историческую родину. Сам по себе аппарат великолепно сделан. Насколько красиво, насколько витиевато. Снаружи смотришь, картинка, хочешь сказать, корейцы. Хочешь, согласен. Ну, молодцы же. Вот взяли немцы, взяли Петра Шрайера, сказали, облагородь Кию, облагородил. Потом попросили, ну займись ты наконец в Хюнде. Сделал. Вроде бы ничего такого, но ведь получилось-то, как же это смотрится. Едет это хорошо, это большая легковая машина. Вот по поводу Санта-Фе неудовольствие возникает у тех людей, кто считает, что он за ну довольно весомые деньги купил себе настоящий джип. Вот тут они и погибают вместе на болоте. А тот, кто знает, что он взял машину, вот в гости у нас это раньше называлось, согласно госстандарту, автомобиль повышенной проходимости. Вот это именно он и есть. Вот. Но для удовольствия, конечно, все есть, кроме опять-таки стоимости техобслуживания, потому что с какой стати корейцы такое себе позволяют, я не знаю. Ну, антимонопольный комитет наш просто спит, и все остальные тоже спят. И чем лучше машина, чем больше опций вы в нее засунете. Когда она упакована по максимуму, все, это нирвана. Это счастье. Будет чего-то не хватать, ну, например, шумоизоляции, хотя шумоизоляция у нее есть, просто поедете... Достаточно неплохая, я хочу сказать. Да, 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 да. Это эффективно. И у них, конечно, очень хорошие моторы. Вот то, как они сейчас вывели свое двигателестроение на мировой уровень, это изумительно. Перерыв на новости. Лукавый Яндекс настаивает на том, что разворачивающаяся и преисполненная трагизма на наших улицах картина движения всего лишь соответствует шести баллам. Это даже забавно. Интересно, вот если картинка усугубится еще, они смогут сделать пять баллов. Только что именно эта картинка имела пометочку четыре балла. Ничего не изменилось, стало шесть. Увлекательно. Мне нравится эта система подсчетов. Шестьдесят пять, десять, девять, девять и шесть. Алло, Евгений. Вы ли это? Здравствуйте. Алло. Вас не слышно и, кстати, не видно. Так, понятно. Первый сбитый. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Илья. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли продолжить вашу тему? Конечно, конечно. Сергей, скажите, пожалуйста, вы ведь профессиональный журналист, правильно? То есть, ну... На самом деле нет, журналистика это у меня хобби, профессия у меня совершенно другая. Нет, я просто, извините, не по образованию, а просто там говорю, если есть факты, если есть реальность, почему не, как бы, не дернуть ниточку, не подать в лень и раскрутить, попробовать раскрутить какое-либо это дело. Мы с вами, уже давно слушая вашу передачу и дозваниваюсь, обсуждаем, горячо, мы все все понимаем, но почему-то, знаете, как вот разговоры на кухне в советские времена встретились, выпили, обсудили. Ну вот, Илья, вот тот самый пример с машиной, когда мой знакомый ходил и уговаривал опера съездить и арестовать. Вот это конкретное уголовное дело. Оно, ну, совершенно конкретное. И вот устный... Да, конечно, заведено в рамках этого уголовного дела оперативно-следственное мероприятие и есть задержанный, которого через двое суток выпустили. И дело после этого списано в архив, поскольку командир в присутствии человека, моего приятеля, он приказал следователю не заниматься этим делом. Ну, а продолжить, подать заявление в прокуратуру на действие... Да, конечно, конечно. Так у нас даже прокурор Москвы, вот он, как искрился-то на прошлой неделе, бедолага. Всего лишь 7% раскрываемости. А вот, например, Карасевской системе конфликта трех баз есть уже 15 лет. И по ней машину нашли все, кто искал. И Карасев, как частный детектив, он же как раз на этом зарабатывает. Он говорит, пожалуйста, обращайтесь. И он эти машины находит. И люди, вопреки государственной системе, находят свои машины. Другое дело, что они сталкиваются потом с несколько иной проблемой. У нас не отработан алгоритм возврата транспортного средства. И никто не обязан вам угнанную машину не то что искать, а потом, например, нечаянно найдя, возвращать. Но уголовные дела за всем этим есть. Конечно же есть. И они заканчиваются ничем. Они списываются в архив. И они не имеют никакого продолжения. И как только, ну, наверное, уже не у прокурора города Москвы, а, например, у следующего президента Российской Федерации возникнет желание навести минимальный порядок в царстве-государстве, и эти дела тоже получат ход. И вот тогда все изменится. А пока менты крышуют, ну, нет, здесь ничего не будет. Ну, я все-таки останусь при своем. Я считаю, что если поднять шум, как уже неоднократно было за последние годы в нашем царстве-государстве, то есть если поднимается шум, если волна уже такая, которую нельзя тихо засунуть под скамейку в дальний угол, в дальний шкаф под сукно, то тут хочешь, не хочешь, а начинаются, ну, хотя бы пара-тройка громких посадок, чтобы остальным повадно не было, чтобы не зарывали. Так и происходит. Да, Илья, вот эти 7% раскрытых, это как раз результаты деятельности журналистов, это когда было неотвратимо. Вот, не знаю, видели вы или нет, по телевизору какое-то время тому назад Пиманов из «Человек и закон», он пошел как раз по Красевской системе конфликта трех баз, и когда они нашли машину, то главная героиня сюжета, ее Ауди, была найдена в Омске или в Челябинске, ну, где-то достаточно далеко от Москвы. Вот какая была реакция властей? Ей позвонили менты и сказали, «Ну, только сунься, зараза! Ты только попробуй!» И это первый канал нашего телевидения. И Пиманов не смог довести это дело до конца. Не смог, да. Нет? Потому что он столкнулся с системой. До каких пор, в принципе, в нашей стране журналисту позволено чирикать? До тех пор, пока он не перекрывает чужие финансовые потоки. Как только ты начито деньги напал, все, твой труп находится в графе неопознанных. Хорошо, Сергей, тогда, если можно, уйдем от нашего грустной реалии. Можно ли вас попросить такой двухминутный, знаете, вот, дуэль? Давайте. Митсути Паджеро 4 года восьмого и Дискавери 3 тоже года восьмого. Потому что ценовой диапазон примерно одинаковый, класс одинаковый. Вот так вот. Ой, ой, Паджеро чуть проще, Паджеро в этой связи чуть надежнее. И Паджеро, поскольку его затевали без игры в премиум, он получился больше бонедорожником. При всем при том, что у них обоих независимая подвеска по кругу, что позволяет нормально рулить в городе на этой телеге. Спокойно совершенно она и повороты пишет, и по всему, откуда ни глянь на нее, видно, что и под эту задачу машину тоже готовили. Дискавери, он всю жизнь страдает и будет страдать. Это вот как АвтоВАЗ. Что-то с ним не делай, но у Дискавери всегда будут проблемы по качеству комплектующих. Тут подтекло, там чуть-чуть коротнуло. Я ездил, поскольку и на том, и на другом. Идеологически Дискавери оправдывает свое существование как премиального автомобиля. В нем шикарно, в грязь лучше не соваться. И он может, конечно, дорожный просвет менять, и это его слабое место, потому что, когда он устает, он ложится пузом в лужу, знаете, как собаки это делают. Когда ей жарко, она плюхает, хозяин, сейчас погоди, отдохну. Вот Дискарь делает то же самое. Причем вытащить его оттуда благодаря его весу достаточно проблематично. Нереально. Да, да. Нет, он отдохнет, мы немножко попоем и опять писать начнем, как в свое время в школе у нас была считалочка. И он потом встанет на цыпочки и проползет еще какое-то количество времени, если не будет поздно, если его не засосет. Но вот эти вот особенности английского подхода и английского качества, они, при том, что сам по себе на асфальте Дискавери, наверное, будет получше, поинтереснее, он более ладно скроен. При прочих равных условиях он с каждым прожитым годом, особенно 2008-го, все сильнее и сильнее уступает менее притязательному и более боеспособному четвертому, на самом деле, полчетвертого. Ну, полчетвертого. Да. Нынешний полчетвертого и этот полчетвертого. То есть, но Паджеро, он, конечно, лучше. Причем у Паджеро очень интересная гамма моторов. Они и тянут хорошо, и едят немного, что действительно здорово. Потому что... И те и другие. Сильные или бензиновые. И те и другие. Но бензиновый, вот 3,8, например, который на Паджеро ставится, ну, в нем особого смысла нет. Потому что он на 3,0, будь здоров, как ураганит, хватает выше крыши. Просто, честно говоря, учитывая, что дизеля у нас, по крайней мере, в московском регионе так и не научились ремонтировать. А цены на солярку, непонятно почему, у нас выше, чем на 95-й, почти как 98-й. Это просто государственная монополия. Преимущество в дизельных машинах я, например, уже практически не вижу. За исключением момента, конечно, и тяги на пиздецах. Момент только. Но это не топливо, зимняя солярка, ну, это, конечно, танцы с бубном, которые проходят все дизелисты. Совершенно страшная лотерея. Да-да-да, не угадал, когда, и все. Да, поэтому, конечно, все-таки рассматриваю, учитывая машина бушная сравнивая именно бензинка. Хотя дискарь бензиновая, это, конечно, большая редкость. Но с дискарем, какая штука, дизельный дискарь нужно ремонтировать, уж если вы пускаетесь, не дай бог, в капремонт дизельного мотора у официального дилера, это нужно делать на тех станциях Peugeot. Поскольку это он и есть, родной, наш любимый. Это дизель же Peugeot. И те, кто едет... Да-да-да-да, вот этот самый. Он же стоит, например, на 607 Peugeot. И когда люди с этим приезжают к, соответственно, официальному дилеру Land Rover, все, после этого ты придаешь квартиру, штаны и сдаешь жену в аренду. А когда приезжаешь к Peugeot, у них и ценник другой, и вообще подход другой. И они это тоже делают. Они тоже его знают, этот мотор. Да, некоторое количество деталек нужно будет закупить там на стороне. Но и то не у официального дилера, а у специального посредника, который этим занимается. Это в качестве совета. И, конечно, сам по себе... Понимаете, как? Каждый из этих автомобилей имеет несколько неприятных нюансов. И четвертый Pajero, у которого под пузом проложена к задней печке вся коммуникация в металлических трубках, и через три года у него все это отгнивает, и вы получаете тихое вытекание тасола, о чем вы не подозреваете. И в какой-то момент у вас бац и стукануло мотор на ровном месте. При том, что лужи не было, а вылетело буквально за одну поездку, о чем вы не увидели. То есть, вот это специфики в каждой машине, тем более 2008 год. То есть, получается... Ну, это понятно, что любая баусная машина, любой, нету, нет таких машин, которых на новых-то проблемы, а у вас баусных... Да-да-да-да-да-да-да-да. Спасибо большое, Сергей, да. Спасибо вам. И все-таки, вот, конечно же, этот агрегат под названием Паджеро, он притягательней. Но здесь момент еще в чем прелесть. У обоих постоянный полный привод. Это тоже здорово. Так, Петр. Алло. Алло. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Рад вас слышать. Я вас тоже. Недавно стал... Не то, что недавно, в общем, стал часто слушать ваши передачи. Очень нравится передача. Все хорошо так. Ну, не знаете, какой вопрос. Как вы относитесь к Opel Insignia дизельный двигатель? Замечательная машина. Аплодисменты в зале. Спасибо Opel за то, что перешел в этот реально другой индустриальный уровень изготовления машин. Insignia — это хорошо. Дизель — это хорошо. Главное, чтобы, если бэушный не убит, а если официальный дилерский, ну, тогда какие проблемы? Сели и поехали. Ну, у меня, понимаете, такой вопрос. Вот я купил машину пять дней назад, вот, проехал там километров 200 и появился дребезг с правой стороны, со стороны, вот, может быть, защита картера откручена или что-то такое. И на кочках такой свист. Обращаюсь к официальному дилеру. Так. В ответ получаю. Значит, диагностика 2-300. Ух ты. Вот. Ну, это назову, это мейджор авто. Я сегодня буквально записался на завтрак на 18.35. Я говорю, ребята, за что 2-300 диагностика? У вас все с молотка, в принципе, вы на подъемник поднимете, и все. Ну, у нас диагностика 2-300. Все. Точка. Как вот где быть? По результатам этой диагностики, если, что называется, работа по гарантии, тогда за их счет. Потому что это устранение либо недоделок дилера, ну, условно говоря, защиту поставили, либо заводская. А вы здесь при чем тогда? А если выяснится, что это вы за 5 дней ее размочали, или, например, буерак, что вряд ли, что не похоже ни на вас, ни на автомобиль, то тогда за ваш счет. А вообще... Я прекрасно понимаю, я очень езжу аккуратно, поэтому как бы... Да я понимаю. Представляете, я поехал, да, с утра, и здесь с правой стороны, вот как будто трение, как, представляете, штырь, и железка трет на штырь. Разочарование, вот, Петр, я прекрасно понимаю, что разочарование от новой машины, да еще от немецкой, когда мы сами создали легенду о непогрешимости немцев перед русскими, начиная с 45-го года и высочайшем качестве их автомобилей, в качестве репарации, контрибуций, а потом вдруг натыкаемся вот на подобные вещи и чувствуем себя владельцами Жигулей, это, конечно, очень плохо. Но, увы, и у Opel это бывает, хотя редкий случай, и у меня тоже многие годы всякие разные Opel, сколько подо мной были и дружили, никогда ничего подобного не было, но, опять-таки, у каждого свой опыт. Поэтому здесь уже неважны эмоции. Да, жалко, да, пять дней, это слишком мало для возникновения проблем. Мейджор, боритесь с ним, дальше другой алгоритм. Например, найдите меня через социальную сеть, я вам отдам своего любимого мастера, и вы тогда будете со всеми вопросами приезжать к нему, а потом уже вооруженные конкретно диагнозом приезжать и ломать об коленку дилера. И еще, Сергей, вопрос. Вот у машины пять дней, и она дымит. Вот я сколкнулся первый раз с такой, что говорят, выгорает сажевый фильтр. От меня в Москве шарахаются все. Вот я еду по Кутузовскому проспекту, мне такое письки, что дымовая завеса. Она у вас постоянная или только на переходных режимах? Ну, периодически. Где-то проедет километр 50-60, вот такой выхлоп дым, пять-семь минут и пропадает. Но не загорается ни чек, ничего. Ну, в принципе, мануале написано, что это возможно. Это очень плохая возможность, потому что я на дизельных машинах сколько ездил, и тоже в моем опыте такого не было ни разу. Это, будем надеяться, что пронесло, но, скорее всего, это предвестник какой-то неприятности. Мы пока не знаем, какой. Потому что, знаете ли, ну, это все лукавство, что там чего-то выгорает. А это неправильно, этого быть не должно. Поэтому, но дилера, все-таки, по-моему, уже пора искать другого. себе, потому что мейджор никогда не был молодцом. Новости. Проблески честности у Яндекса, они уже пишут, что 7 баллов. При этом, по загрузке дорог, в общем-то, мало что изменилось. 65, 10, 9, 9, и 6. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, Сергей, добрый день. Здрасте. Меня Максим зовут. Да, Максим, какая трудность или, наоборот, счастье на пороге вашего дома? Счастье вот такое. Решил, наконец, сменить машину. Вот, и выбор мой чудесным образом пал на BMW. Ух ты, я думал на колбасу. Я бы, честно говоря, машину на колбасу менял. Ну, либо на тушенку. Я размышлял над этим, но как-то вот продуктовый набор не очень складывается. И не съесть, боюсь, испортится. И не скажите, я думаю, через полгода ваша тушенка можно будет менять банку на BMW один к одному? Может быть, может быть. Так вот, если к сути вопроса, то выбрал 528-ю машину на заднем приводе. Посетил конфигуратор, который сейчас, ну, к счастью, на каждом сайте дилера расположен. Вот, следующая интересная ситуация. Можно собрать машину немецкую на заднем приводе с нужными опциями. Можно взять калининградскую. При, как бы, одинаковых опциях получается, что калининградская в среднем дороже, там, может быть, на 150-200 тысяч. Вот, я пошел к дилеру, спрашиваю, возможно ли заказать немецкую машину. И вот здесь меня сдало большое разочарование. Мне сказали, что, к сожалению, там, заднеприводные 528-е в России не поступляют. Вот, и, собственно говоря, я почему хочу эту ситуацию обсудить, получается некая нестыковка в информации. Да, то есть, с одной стороны висят прайс-листы, висят конфигураторы, списки опций, с другой, я не могу получить машину, ту, которую я хочу. Да. И вот это, к сожалению, немножко расстраивает. Ну, смените дилера, вполне возможно, что ситуация изменится. Вы знаете, что самое интересное, вот, занимался этим вопросом в выходные, обзвонил достаточно много дилеров, обзвонил сегодня в представительство. Так. Вот, действительно подтверждают, что почему-то квот нет. А, то есть, знаете, квота выбрана, то есть, было раньше так и так, поэтому на сайте можно было заказать, теперь все забрали себе немцев, остались только калининградцы. Калининградцев не калининградцы. Сергей, даже не то, что квота выбрана, а по каким-то причинам, да, внутренним, видимо, может быть, маркетингом, эти машины не поставляются на Россию. Ну, у нас же, да, у нас некоторые модели, у нас же, например, всякие ХЗ тоже, они идут только из Калининграда, специально, чтобы мы как-то оправдывали существование этого завода, по ценам странный, а по качеству так самый запредельный. Лучший завод BMW на планете Земля находится в Калининграде, о чем мне рассказывают уже несколько лет подряд. Ну, вот, к сожалению. Хотя, справедливости ради, я должен сказать, что года 4 назад я на 39-й в Калининградке отъездил полтора года без проблем. Вот, единственное, были какие-то вопросы с электроникой, но они достаточно оперативно решались. Мне недавно приятель брал себе ХЗ, калининградскую, она пришла, и перед тем, как ее взять, соответственно, там кредитный договор, все документы, уже дилер, практически друг, уже улыбается с порога. Можно глянуть на машину перед тем, как ее взять? Да, конечно, пойдемте, пришли на машину посмотреть. Открыли капот, и он взял, сфотографировал ВИН-код, для того, чтобы на сердце у себя сделать татуировку и с этим уже жить. А ВИН-код перебитый. Ну, так аккуратно сделали его, что цифра кривая. Ментам знакомым говорят, ребят, вы такое на учет поставите? с перебитым ВИН-кодом легализовали? Это машина с завода, из Калининграда. Клиентов, владельцев у нее не было. Она, вот она, девственница. Полгода он с этим разбирался. Ну, кончил, конечно, тем, что дилер ему сказал, слышь ты, плебей, ты тут купил себе дешевку, да, вот ты бы себе машинку бы купил, как честные пацаны, там, семеро, мы бы с тобой, как с человеком, а так, дешевку, что ты хочешь, вали отсюда. Я практически... К сожалению, типичная российская история. Да, абсолютно, да. Поэтому, вы должны ездить на том, что дают в Калининград, либо вы эту машину покупаете в Германии, приезжайте на ней сюда, она попадает под международную гарантию, и вам при каждом удобном случае объясняют, что, слушай, как ты нехорошо сделал. Вы бы на тебе в три бы конца заработали, а так только в два. Ну, что ж ты сделал-то, дорогой? Сергей, и еще дополнительный вопрос, вот по этой машине. Что скажете про двигатель? Потому что это, на самом деле, двухлитровая турбо-четверка, так называемая, вот сейчас у меня Mercedes-Benz турбо-четвертый, вот машиной там полностью доволен, там по ресурсу, по динамическим характеристикам, по там коробке, да, потому как мотор с коробкой работает, вот что по BMW. Потому что, скажем, на Mercedes-Benz 184 силы, там все-таки это 200, по-моему, 45, более форсированный. С BMW вам будет первое время чуть интереснее, потому что вообще, конечно, разница между Mercedes-Benz и BMW, она и строится в нюансах. Это же то же самое, как кто сильнее, слон или кит, кто кого переборет. И то, и другое интересно. Мне нравится инженерная школа BMW, то есть по всему она, на мой взгляд, логичнее, а по мотору, ну, он вполне у вас может на первых 30 тысячах заклинить, его может разнести в клочья. У BMW это нормальное дело. И по коробке, по коробке тоже самое. То есть вот чудо о том, что это настоящее немецкое качество, придумали мы с вами. А у BMW вот на двухлитровых моторах, двух с половиной литровых моторах, у них там есть масса приятных моментов, когда у них коленвал в районе первого горшка колется, и, соответственно, мотор разлетается в совершенно мелкие дребезги, поражающими элементами, накрывая восторгом, там, метров, наверное, сто вокруг. Много приятных, чисто технологических достижений. Но когда повезло, да, едет интересно. И вообще, тем более, пятерка BMW все-таки платформа от семерки. Вы же не зря к этому пришли, к тому, чтобы это... В мерседесовском исчислении это E++ или S-, то есть машина от более добротной платформы просто чуть-чуть укорочена, чтобы имитировать якобы класс пятерки. Хотя, конечно, это семерка. О чем вы знаете? Едет она очень интересно. Пока мотор не кончится? Или там, пока из коробки, например, что-нибудь не посыпется? Как он упогоди? Помните, гаечку отвернул, и машина на дорогу вышла. Да-да-да. То есть BMW в этом отношении точно такой же молодец и точно так же может рассыпаться по всей дороге. Почему бы и нет? Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здрасте. У меня к вам вопрос по выбору автомобиля, но вот еще сначала хотелось бы сказать о тонирующих пленках. Так. Это лето какое-то выдалось такое не особо солнечное, но смотрю, машин становится больше затонированных, причем с красивыми номерами, с обычными, дорогих марок и средних. Да. Вот как бы Высаков доказал, что и один в поле воин он этой промири добился все-таки отмены нулевых промилей. Так я считаю, что, наверное, с пленкой как-то надо поступить подобным образом, потому что, в общем, в таких странах, США, там, Япония, Германия, нет запрета на них и ничего, люди ездят, не бьют. Да, нету, и вообще это вот восточная такая мода на пленке. Она была придумана в те времена, когда пленку уже изобрели, а кондиционера еще нет, и тогда это хоть как-то было логически оправдано. А сейчас, ну, это все-таки признак нашей средневековой неприкасаемости на дороге, и даже на плохонькой машинке пленочка сразу показывает о том, что владелец в фаворе, а это тоже дорогого стоит. Ну, знаете, все-таки с ней комфортнее, когда солнце, это прицепает, даже и кондиционер пусть там включен. Не знаю, поскольку у меня пару раз приходили в руки машины тонированные, и я их сразу растонировал, чем изумлял мастеров в сервисе, когда приезжал, говорю, пленочку снимите, они говорят, чего сделать? Я говорю, снимите, снимите пленочку. Особо у меня был джип в свое время, широкий. Я когда приехал пленку снимать, они просто не поняли. На джипе пленку снять, пол-литровку разбить. Дело, конечно, вкуса, но не знаю, я пару лет поездил с пленкой, и когда пришлось с ней расстаться, как-то вот, ну, с ожирением вспоминаю о ней, что все-таки чувствовалось как-то комфортнее больше. Ну, бог с ней, это дело вкуса. Ну да. Я вот сейчас слышал, вы обсуждали с предыдущим слушателем, там, Hyundai Santa Fe слушали. Да, А вот как вы считаете, можно пересесть с Mercedes ГЛК на Hyundai Santa Fe и не почувствуешь так, ну, себя уже как-то не стоит за своей тарелочкой. Ну, если вы после Mercedes ГЛК пересаживаетесь в Hyundai Santa Fe, то вы чувствуете себя выплеснутым вместе с содержимым тарелки. Да. Ну, Hyundai Santa Fe просторнее гораздо, чем она и привлекательнее. Нет, но вообще... ГЛК тесноват откровенно. Да, конечно. И вообще, Santa Fe, это машина более современная, она придумана через несколько лет после ГЛК. Она сделана вообще очень грамотно. Это замечательная легковая машина. Впрямую сопоставить их нельзя. В ГЛК невменяемая система Command, логотип Mercedes и самоощущение удавшейся жизни. В Hyundai этого нет, к сожалению. Если с чисто инженерной точки зрения сопоставлять, поначалу придется ко многому привыкать. Потому что, ну, Hyundai просто сделан людьми с несколько иным подходом к жизни. Но Santa Fe это замечательный автомобиль и сделанный очень грамотно. Пересаживаться напрямую с Mercedes в Hyundai надо через марку Icarus или через Liars. Вот полгодика в Liars или в Icarus на задней площадке в слегка придушенном состоянии либо подмороженном. После этого все великолепно пойдет. Если напрямую сразу, минуя проездной, тогда придется какое-то время там все-таки потренироваться на тяжелых спиртных напитках. Потом все распогодится. Меня интересует как бы ощущение как водителя в своем управлении автомобилингом за рулем. Они все-таки разные. И вот напрямую сказать, что один хуже, другой лучше не получится. Они хороши по-своему. Потому что две разных инженерных школы над одними и теми же задачами работали по-разному. И по энергоемкости подвески, по рулю. Ну, переднеприводный легковой автомобиль повышенной проходимости Santa Fe выглядит молодцом. А тяжелый утюг в номинации бытового прибора Mercedes по-своему тоже молодец. И у него очень классно реализована, например, система разумного полного привода. Замечательно она работает. И особенно если он дизельный. На нем даже можно уже ехать как на внедорожнике. Хотя, казалось бы, в общем, дорожный просвет не позволяет этого делать. Понятно. А еще вот если сравнить там BMW 3, то все просторные более автомобили. Существенно особенно задние диван у них. не сравнивают. Ну, так вас собираются сзади возить или спереди? Ну, я, в общем-то, наверное, процентов 80, если не больше, езжу один. Но когда набьется в машину, у меня ГЛК всегда как бы трещит по шваму. там упираются коленей. Да, ХЗ, он, конечно, сделан под более азартного водителя. И у этой машины преимущество в том, что за рулем BMW интересней. Она с другой подачей, с другим взглядом на жизнь. Мерседес, он для того, чтобы домохозяйка не утонула на лужайке, причем на асфальтированной. BMW для того, чтобы в этой же луже, асфальтированной, в управляемом заносе проехать. А Санта-Фе, Санта-Фе просто классный. До завтра.